Как техникой, чтобы пользоваться, инструкцию надо прочитать. Так прежде чем с человеком общаться, его особенности личности надо узнать. Если инструкцию нарушаешь, и самой техникой страдаешь, так человек уникален всегда, генетика, опыт, что наложили года. Есть много в науке учений, цель которых человек и изучение. Пусть будет инструкция каждому дана, чтобы технику безопасности общения соблюдать всегда. ФСБ информацию о людях собирает, но для нас собственных нужд пока применяет. Пусть будет социальный прогресс, нужно ли благословение небес. Сначала нужно не каждого в отдельности описать. А для морфологических характеров инструкции дать. Они также называются, как психопатии, в которые превращаются. Всего 10 морфологических типов. Давайте их запишем. А сценический тип декомпенсации застревает и спотыкается, эмоции недержания, чрезмерная внушаемость. С ним нужно бережнее быть, думать прежде чем говорить. Думает часто о самоубийстве, но может совершить только убийство. Серийные маньяки среди них встречаются. Нелепые расстрелы в армии совершаются. Доказывая такими средствами себе и другим, что может и он сильной личностью быть. Может опасными видами спорта заниматься. Но при травме психологически ломаться. Психосценические типы. Часто среди них хиппи. Хоть часто как увольняни, но с жизненной хитростью сильны. В своих целях используют типов, которые считают, что их поработили. От киллеров до бомжей, но очень редко мошенники. Истерический тип играет, своего двойника извлекает. Мошенники-авантюристы, мнимые больные в больнице. Одиночество их не пугает, внутренний мир развлекает. Сексуальные проблемы нелегко преодолеть им. Циклотимические типы. Как два раздельных подтипа. Гипотимный и гипертимный. Часто как два различных цикла, составляющих единство. Гипотимный пониженный тонус. Им нужна в тяжелой работе осторожность. Пессимисты и неудачники случаются. Монотонностью жизни спасаются. Перемены тревожат, пугают. Нервный срыв вызывают. Гипертимный, как солнечные лучи. Безоподные оба вне судьбы. Часто они авантюрны. Прегляды не пугают их натуры. Смело по ориентации. Среди них часто встречаются. Циклотимые натуры сложные. Именно они черные и светлые полосы. Легко сводят счеты с жизнью. Без всякой на то причины. Их менее всего среди преступников. Хорошо прогнозируемые натуры. Типы пилетоидные. Страстен для жидкости. Судорожные припадки. Защитная реакция. Как следствие травм и интоксикации. Громких звуков мелькания. Громкие раздражители их вызывают. Злопамятности, тугодумства. Их особенности, свойства. Педантичность, любовь к ковятку. Этот тип отличает. Тип ригидный или паранояльный. Образ Сталина и Гитлера создали. Прямолинейность и строгость. Ригидность и свойства. Религиозные фанатики и первооткрыватели. Правители и реформаторы. Вкус купцы и мистификаторы. Только логика ими принимается. Другой не воспринимается. Сверхценные идеи. Доходящие порой до бреда. Типа фиктивно неустойчивым. Рабство страстей свойственно. Но гаснет страсть и теряет предмет над ним власть. Преступление в состоянии аффекта. Как и самоубийство для них не редкость. Хочу, казню, хочу, помилую. Если моя власть сильная. Тип шизоида и самый спорный. Может быть очень одаренный. Самоотстранение и самоотстраненность. Расщепленность подхода. Гомосексуализм и педофилия. Скотоложство и геронтофилия. Суеверность и инакомыслие. Веровственные роковые числа. Часто некоммуникабельные. Путают сон с явью. Тип тревожно-мнительной боль. Вызванная причиной любой. Они постоянно тревожатся. Волнуются, беспокоятся. Порой им овладевает чужая сила. Нарушая порядок привычного мира. Боязливость постоянная. Внушение им противопоказано. Тип диспластический. Соотносится с внешними человека особенностями. Относительная маленькая голова или руки. Нередко возглавляют криминальные структуры. Использовалась литература социальная медицина Черносвитова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...